друзья всем привет я наконец-то хочу записать видео видео отзыв о клинике ангелайф в запорожье я очень сильно с этим затянула меня постоянно спрашивают постоянно пишут мне в соцсетях и на ютубе что как в общем то из моих видео понятно что и как ну я так и не сделала свой вывод сейчас я хочу сделать его ну я это платье выбрала не случайно для записи это видео это платье я купила до поездки и вот видите специально выбрала такую модель что одна ручка как раз моя больная ручка она закрыта длинный такой рукавчик причем он такой широковатый скажем так и я вообще предполагала что после лечения моя ручка похудеет и в этом платье я смогу ходить и вообще одеть его на 8 марта то есть как видите сейчас она очень сильно обтягивает мою больную руку еще вот это вот перчатка которая мне не подходит в ней очень сильно отекает рука отекает кисть есть вообще вот такая вот ужасная подушка то есть ну понятно что это платье я пока носить не смогу потому как очень ужасно некрасиво хотя я была готова к тому что вот этот вот длинный рукавчик он не скроет рукав компрессионный и возможно часть перчатки какие-то ничего из этого не получилось теперь по существу в общем как вы знаете я начала лечение в клинике геолайф 24 февраля и лечилась я там до 7 марта я прошла 11 процедур отек ко мне вернулся уже на следующий день я вставлю фото на котором видно что мои руки выглядят точно также как и до лечения то есть отек не удержался но мне подобрали трикотаж стандартных размеров который мой отек не держит мне говорила доктор о том что лучше бы подобрать индивидуальный трикотаж заказать пошив ну как вы понимаете хорошо даже если бы я его заказала отек у меня не удержался отек вернулся на следующий день если бы я сразу заказала индивидуальный трикотаж это выброшенные деньги насколько мне сказали индивидуальный трикотаж а где-то в два раза чем вот этот вот стандартный если учесть что я заплатила за рукав и перчатку больше 7000 то есть получается мне еще 14 нужно было заплатить за индивидуальный трикотаж и не факт что он мне бы подошел и факт что когда вы пришел изготовился индивидуальный трикотаж, я не знаю, сколько это, месяц-два, то он бы вообще подошел на мою руку, так как она увеличилась сразу же. Мне изначально доктор сказала, что, ну даже не доктор, а в клинике девочки-администраторы сказали, что вам доктор порекомендовала 20 процедур. Вот смотрела там на мои фотографии, я отсылала какие-то документы. И через какое-то время я вам позвонила и спросила у администраторов, я могу пройти 10 процедур, будет ли от этого толп, имеет ли смысл проходить 10, поскольку я не могу позволить себе сразу сделать 20 процедур. Доктор мне не перезвонила, к сожалению, не очень хотела задать ей много вопросов. Перезвонила мне помощник, помощница, и сказала, да. Когда доктор сказал, что 10 процедур тоже будет эффективны. Я обрадовалась, конечно же, думая, ну хорошо, даже если они будут не настолько эффективны, как 20, все равно если доктор говорит, что имеет смысл ехать, значит я поеду. Понятно, что 20 тысяч это не все могут себе позволить, я не могла себе позволить. Поэтому я поехала на 10 процедур. 10 процедур неэффективны. Лечение, все, зря. Все мои мучения, все мои две недели, что я провела в Запорожье, и эти деньги, которые я заплатила за лечение, все пустая трата времени и денег. Больше проблем, потому что эти деньги, ну вот 10 тысяч за лечение, потом 7 тысяч за трикотаж, ну плюс еще там проживание, пропитание, ну в общем ушло больше 20 тысяч, эти деньги я не могла насобирать, я их взяла с кредитной карточки, эти деньги я буду еще выплачивать долго. Как видите, результата нету никакого. То есть я делаю выводы, что мне не имело никакого вообще смысла ехать так далеко, тратить большую такую сумму на лечение, если мне можно было просто поехать в Киев и заказать себе индивидуальный трикотаж. Через какое-то время пришел бы этот трикотаж, и я его просто выносила. Если лечение мне не помогло. Еще отдельно хочу сказать, что если в клинике заказываете 20 процедур, то вам делают 19 полноценных процедур бандаж плюс массаж. И 20 процедура это просто массаж и подбор трикотажа, хотя они утверждают, что подбор трикотажа у них бесплатной. Соответственно, я не понимаю, за что тогда платить тысячу. Просто за один массаж, ну какой-то очень дороговатый массаж получается. Об этом никто не предупреждает. В клинике об этом не говорят до последнего. В общем, такой какой-то нюанс мне непонятный. Ну и плюс ко всему, как я уже говорила, у меня были вопросы к доктору. Мне несколько раз обещали, что перезвонит доктор, но доктор мне так и не перезвонил. Мне все время я общалась с девочками-администраторами либо помощник доктора. На некоторые мои вопросы никто ответа не знал. Я не понимала еще, что такое бандажирование. Смогу ли я себя обслуживать? Смогу ли я самостоятельно готовить кушать? Либо мне нужно где-то искать место, где можно покушать? В общем, у меня было миллион вопросов, мне никто на них не ответил. Мне единственное, что говорили, я не знаю, это потом с доктором, это вам доктор расскажет. Но извините, ехать в такую даль самой и не знать, как я буду сама себя обслуживать? То есть я думаю, что можно было снять корону, перезвонить и объяснить, толком объяснить вообще, что происходит. Также никто не объяснял по поводу физической нагрузки. Вот уже когда я поехала второй раз, мне сказали, ага, да конечно, вы же там гуляли много, вы же много ходили. Простите, а если мне не надо было много гулять, много ходить? Почему за эти две недели я ничего не услышала по поводу того, что мне надо вещи лежать, либо ходить там полчаса в день или час в день? Вообще, какую нагрузку я могу себе позволить? Об этом я узнала только спустя много времени, когда уже приехала повторно. Потом уже у меня куча какой-то информации, какие-то упреки начались, какое-то, в общем, что-то все я делала неправильно, почему мне не предупредили до этого, чтобы я делала это все правильно, я не понимаю. Также хочу сказать, что частная клиника именно эта, я не знаю, как в остальных, я подозреваю, что приблизительно такая же ситуация, не дает больничных. То есть, это достаточно тяжело выкроить время, ну вот в моем случае это было две недели, если двадцать процедур, то это, ну это даже больше трех недель, потому что еще же выходные, плюс проезд, то есть это фактически, ну там, ну, грубо говоря, там месяц, неполный месяц, вам нужно где-то брать это время. Если вы работаете, вам нужно договариваться на работе, там, брать какие-то непонятно какие больничные, либо брать свой, тратить отпуск, убивать на то, что вы будете ходить в бандаже, либо там сидеть в квартире в бандаже. То есть, этот вопрос остается открытым, нерешенным. Когда я звонила, мне, опять-таки, администраторы говорили, на основании нашей выписки вы можете взять больничный у себя, у семейного доктора. Я не могу его взять. Я обращалась к двум семейным докторам, я даже за это время поменяла себе доктора. И ни один доктор мне не сказал, что да, конечно, приезжайте, мы вам выдадим. Нет. В двух поликлиниках семейные врачи бегали к заведующим, бегали еще куда-то, узнавали по поводу этого момента. Все сказали, нет, никакого больничного мы тебе не дадим. И в клинике тоже сказали, больничного мы не дадим. То есть, этот вопрос остается открытым. Друзья, я хочу сказать, что у меня в комментариях один человек писал, что ему помогло лечение в этой клинике. Поэтому я не могу быть категоричной и говорить, что нет, ни в коем случае, не езжайте, вам не поможет. Я вам рассказала свою историю, свою реальную историю. В реальные даты лечения, которое проходило с 24 февраля, еще раз повторюсь, по 7 марта. Я даже, наверное, вставлю выписку, чтобы было видно, что да, я была там, я проходила там лечение, у меня есть выписка. Еще раз хочу сделать ударение на том, что лично мне не помогло. Исходя из моей истории, я бы могла сказать, что я категорически не рекомендую. Но я очень сильно переживаю за всех людей, которые больны лимфедемой, которые стараются вылечиться. Но делайте так, как считается, делайте так, как вам подсказывает ваша интуиция. Ну, вдруг вам поможет опять-таки. Я рассказала, как было у меня. Однако в этом есть свой крошечный плюс. Я теперь знаю, как это на самом деле. Если бы я не поехала, я бы все время сомневалась и думала, а вдруг, это мой шанс, мне нужно съездить, мне нужно попробовать, а вдруг я поеду полечусь, я смогу поддерживать ручку в нормальном состоянии, там она уменьшится. Надо сказать, что я все же, все же, я попробую временно поделать бандажирование. Ну, вот пока несколько дней я делаю бандажирование на ночь. Возможно, у меня где-то в глубине души теплеется еще крошечный огонек надежды на то, что может быть. Это каким-то образом поможет как минимум стабилизировать мое состояние. Поэтому какое-то время я еще себя помучаю. Если какие-то изменения будут в какую-то сторону, я, конечно же, об этом скажу. Поскольку мне очень еще раз, ну, мне очень жаль, я понимаю этих людей, которые пишут, что же делать. Ну, вот что же делать, будем пробовать делать с вами, будем проводить такие эксперименты. Индивидуальный трикотаж я закажу, когда закончится эта ужасная ситуация с коронавирусом, когда начнет ходить транспорт. Я, возможно, тогда смогу добраться до Киева и заказать себе трикотаж. А, в общем, пока я же буду ждать свой трикотаж, буду спасаться этим. Еще хочу добавить. Я не хотела включать этот кусочек видео изначально, поскольку он очень сильно грустный. Но, наверное, все-таки я должна вам рассказать о том, что доктор знала о моей такой ужасной ситуации с трикотажем, то, что перчатка вот так вот подобрана, что отек увеличивается. В тот же вечер, вот, когда закончилось лечение, и я должна была уезжать, рука моя отекла, и я связалась со своим доктором и объяснила ей ситуацию. В общем, она мне долго не перезванивала, была занята то в транспорте, то еще где-то. В общем, в итоге сказала, что ей очень жаль, ну, тем более, что мне нужно было уезжать в этот вечер. И ей, в общем-то, некогда со мной общаться, поскольку она за столом там у родителей. Ну, как бы, понимаете, с одной стороны, да, у нее рабочее время закончилось, как бы уже свободный человек, а с другой стороны, пациент, которого она вела и лечила почти две недели, уезжает с такой проблемой, что отекла очень сильно кисть, я не знала, что мне делать, у меня не было никакой ни поддержки, ни совета, я вообще не понимала, что происходит. Мне нужно было реально, чтобы кто-то, какой-то специалист, мне сказал хоть какую-то версию. То ли это хорошо, то ли плохо, то ли это пройдет, то ли мне нужно оставаться, то ли мне нужно долечиваться, то ли вообще снимать эту перчатку, что мне нужно делать. Представляете, мою панику, я металась, доктор занята, у нее закончился рабочий день, больше никого у меня знакомых нету. В итоге я в ужасном состоянии, в панике, в растерянности, уехала домой с огромной вот такой вот напухшей кистью. И, собственно, и на следующий день я ходила с такой кистью, вот 8 марта было, мы с ребенком сходили в кино, опять-таки вот по поводу кино, там мне моя доктора пыталась говорить, что «А, вы же активная женщина, вы же там бегаете, прыгаете». Я ничего не делала, я только приехала и сходила в кино. Отек полностью вернулся, он стал таким же, как был до лечения. То есть это еще один такой минус к тому, что нету человеческого отношения, вот очень обидно. Если бы мне изначально сказали, что мой отек увеличится, может увеличиться после лечения, и вернуться на, ну, допустим, на следующий день, может быть такая индивидуальная реакция, как возврат отека, возвращение отека, я бы в жизнь не поехала в эту клинику. Друзья, из всего того, что я сказала, я могу сделать вывод, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть только от вас зависит, что вы будете делать. Я понимаю, что сложно очень определиться, что именно делать. Я думаю, что ваша интуиция должна подсказать, потому что, к сожалению, врачи, доктора не всегда говорят верную информацию, она не соответствует каким-то там общепринятым стандартам. То, что делают, тоже не всегда получается. Делают ошибки. Вот я – это яркий пример врачебной ошибки. Вот, поэтому я хочу вам пожелать не отчаиваться. Старайтесь вести здоровый образ жизни. Старайтесь все-таки не пренебрегать такими правилами, как ежедневный самомассаж, гимнастика. Хочу пожелать вам здоровья. Здоровья вам, друзья! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!